Где производится сборка и ремонт подводных роботов? Чем телеуправляемые аппараты отличаются от автономных? И, наконец, как устроена подводная связь и навигация? Всеми секретами этого глубокого и сложного направления науки и техники делились со школьниками ученые и инженеры Института проблем морских технологий. Автобусы с желающими принять участие в экскурсии прибывали каждые 40 минут, но специалисты робототехники не уставали отвечать на вопросы ребят, которых отпустили сроков в честь Дня российской науки. Первый и самый главный пункт маршрута – сборочный цех, где и творится самое главное – создание подводных машин, оснащенных по последнему слову техники. Сейчас здесь относительно безлюдно, однако, по словам гидов, в сборке задействовано множество людей. Это и механики, и электронщики, и программисты в том числе. То есть, в зависимости от аппарата, если это маленький аппарат, то там буквально 2-3 человека может быть справиться. А вот такие большие аппараты, естественно, это большой штат. И как долго собирается большой аппарат? Большой аппарат, весь проект может длиться и 3, и 4, и 5 лет. После сборки аппараты с помощью крана отправляются в соседнее помещение, где расположен 12-метровый бассейн. Сейчас он пуст, но в рабочее время он заполняется пресной водой, и именно здесь проходит самый ответственный этап для любого подводного модуля – испытания, собственно, водой. К слову, институт не обошел вниманием и 40-летнюю историю российской подводной робототехники. В музее представлены отечественные аппараты, произведенные с 1974 по 1998 годы. Некоторые до сих пор уникальные прототипы. Из самых интересных аппаратов можно отметить аппарат «СКАДГЕО», который являлся первым в нашей стране автономным подводным аппаратом. Год выпуска 1974 предназначался для исследования озера Байкал. В стенах института нашлось место и для востребованных армий России разработок. Здесь хранится роботизированный морской комплекс «Галтель», который в прошлом году использовался Министерством обороны в военных действиях на территории Сирии. Это самый настоящий комплект, состоящий из двух полностью автономных подводных аппаратов и одного телеуправляемого, то есть пилотируемого на расстоянии. Этот комплекс предназначен для вскрытия донной обстановки, для обследования прилегающих к территории, к бухтам и поиска различных опасных объектов, мин, каких-то диверсионных закладок и, соответственно, разминирования. Производственным мощностям института не больше года. Но потенциал введен уже сейчас, правда, по признанию самих специалистов, иногда не хватает финансирования и некоторой свободы полета, особенно в отношении материалов для конструирования новых прототипов. Ну а кто действительно остался доволен днем науки, так это владивостокские школьники. Примечательно, что чаще всего ребята задавали вопрос, а сколько стоит эта штука? И неудивительно, ведь по-настоящему передовую науку может себе позволить только богатое государство. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.